Велосипедизация 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 допустим, не знаю, как проезжать мосты, или что-то в этом духе. Вы не стесняйтесь, вы меня перебиваете в любой момент. Мы сможем поговорить, потому что у нас не очень много времени, и я, к сожалению, все рассказать сегодня просто не успею. Да, меня зовут Михаил. Александр, основатель велошколы, Александр Кожанов. Давайте мы поаплодируем, это была его идея. Он будет показывать на плакаты, исправлять меня, когда я буду нести полнейшую ахинею и так далее. Собственно, как я уже сказал, одну секунду. Цель занятия велошколы – научить велосипедистов ездить комфортно, безопасно и аккуратно. Чтобы велосипедист ездил комфортно и безопасно, самое главное, он должен руководствоваться двумя принципами. Это уверенность и предсказуемость. Это вот те два принципа, в которые мы смогли ужать все то, что мы рассказываем. То есть велосипедист должен быть достаточно уверен в своих действиях, он должен понимать, что он делает, и при этом он должен быть предсказуем. То есть все остальные участники дорожного движения – пешеходы, машины, маршрутки, автобусы – должны стопроцентно понимать, что он сейчас собирается делать. Если вы будете предсказуемыми, попасть в какую-то аварийную ситуацию будет намного сложнее. Я езжу на велосипеде по городу уже четвертый год, и единственные аварийные ситуации, которые со мной случались, случались только с участием других велосипедистов, и не на проезжей части, то есть как бы на других местах, на набережных и так далее. Ну, собственно, давайте начнем более конкретно. Итак, велосипедист у нас – это водитель транспортного средства. Велосипед – это транспортное средство. Велосипедисты, достигшие 14-летнего возраста, должны ездить по проезжей части. Это требование правил дорожного движения. И надо сказать, что мы считаем, что так это действительно должно быть. Почему? Потому что автомобилисты намного более предсказуемы, нежели пешеходы. Я, конечно, понимаю, что есть большой соблазн ехать по тротуару, и некоторым людям кажется, что это значительно безопаснее. На самом деле это не так. Тротуар – это территория пешеходов. И если уж так получилось, что вы выезжаете на тротуар, вы должны всегда понимать, что пешеходы там водят. Они там могут делать все, что угодно. Они могут там ходить нетрезвыми, с маленькими детьми, с собачками, выскакивать из магазинов. Ходить на руках. Они могут делать вообще абсолютно все, что угодно. И вы в любом случае будете неправы, если будете ехать по тротуару, и какая-то у вас аварийная ситуация возникнет с пешеходами. Вы всегда будете неправы. Именно по этой причине, потому что приоритетом на тротуаре пользуется пешеход, мы просим всех велосипедистов не использовать очень громкие сигналы, звонки и так далее, распугивая пешеходов. Просто это выглядит не очень красиво. Когда вы едете, вот идет пешеход, он там спокойно отдыхает, а вы его пытаетесь прогнать, как будто бы он сделает что-то не так, вы ему звените, уйди с дороги и так далее. Это не очень этично, не очень правильно. Мы понимаем, что невозможно по Петербургу везде ездить по проезжим частям, потому что есть страшные проспекты, есть страшные мосты, на которых скорость огромная и двигается там опасно. Иногда действительно приходится ездить по тротуару, и вместо того, чтобы пользоваться звонком, мы всем рекомендуем голосом приветствовать пешеходов и просить уступить дорогу, если возникла такая ситуация. То есть вы приезжаете, говорите, пропустите, пожалуйста. Пешеход, скорее всего, отойдет, вы спокойно проедете, поблагодарите пешехода и не будете его пугать звонком, еще он будет отскакивать в непонятную сторону. То есть при движении по тротуару будьте вежливы к пешеходам, это их территория. Собственно, теперь самое главное о движении по проезжим частям. Согласно правилам дорожного движения, которые созданы с целью обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, велосипедист должен двигаться как можно правее. Раньше было правило по поводу того, что велосипедист должен занимать 1 метр, всего 1 метр справа до дороги. Это правила сейчас у него нету, поэтому они просто должны держаться как можно более правее. То есть смысл в том, что машины не должны ехать справа от вас. По личному опыту, когда вы едете по городу, оставляйте их достаточно приличные метра справа, то есть не метр даже, может быть полтора, может быть даже метр-полтора от припаркованных автомобилей, чтобы, не дай бог, у вас дверью открывающейся никто не заделал. Это достаточная дистанция, чтобы обозначить себя на дороге, вы будете видны, и машины будут понимать, что вас не стоит притирать, потому что вы уже занимаетесь какую-то территорию, и ездить будет более или менее безопасно. Это 100%. Теперь поговорим о самых важных вещах. Велосипедист, как участник дорожного движения, должен более или менее разбираться в правилах дорожного движения. Александр сейчас покажет наш замечательный слайд, на котором мы обычно делаем презентацию, просто здесь очень ярко, на котором изображены основные знаки дорожного движения, которых не знать просто нельзя, потому что это самые-самые-самые важные знаки дорожного движения. Итак, первый знак — это знак «Главная дорога». Он в форме ромба. Это единственный знак в форме ромба. Его всегда можно угадать. Это значит, что если вы едете, все другие транспортные средства, с которыми у вас пересекается траектория, должны вам уступать. Даже если это машина. Даже если это грузовик или автобус. Я каждый день, я же на работе на велосипеде, я проезжаю в морской проспект, там висит знак «Главная дорога». Я его пресекаю. Я не сбавляю скорость. Мне всегда уступают дорогу. Более того, если вы сбавляете скорость, когда вы едете по главной дороге, вы вводите других участников дорожного движения в ступор. Потому что они же знают, что они должны уступить. И они не понимают, почему это вы сбросили скорость, вы остановились, вы собираетесь ехать или не собираетесь. И показывая вот таким тормозя, вы вводите других участников в заблуждение. Вы перестаете быть предсказуемым. Поэтому если вы видите знак «Главная дорога», езжайте спокойно. Вас пропустят. Понятно, не надо лететь со скоростью, там, миллион километров в час. Но езжайте — это нормально. Собственно, следующий знак — это «Уступи дорогу». Это означает, что вы должны уступить дорогу всем транспортным средствам, которые к траектории у вас пересекаются. Уступить дорогу — это значит не провоцировать их изменять скорость и направление движения. Следующий, Александр, можешь? Я не вижу. Следующий, да, знак «Стоп» — это то же самое, что «Уступи дорогу», только вы должны обязательно остановиться. Причем в городе у нас действительно есть знаки «Стоп» и возникает ситуация, люди не знают, где нужно останавливаться. Останавливаться нужно не у знака «Стоп». Останавливаться нужно у пересечения проезжих частей, так, чтобы вам было видно. То есть знак, он, как правило, висит чуть поодаль, а вы проезжаете через знак до того момента, чтобы вам было видно, вот там кто едет, вот здесь кто едет. Вот в этом месте останавливаетесь, смотрите, есть кто-то или нет. И в случае, если там никого нет, вы можете смело проезжать. Следующий знак «Кирпич», его знает любой человек с детства. Это значит, что, как правило, его вешают там, где начинается движение по встречной полосе. Единственная ситуация, когда под этот знак заезжать можно, когда мы считаем, что это нормально, это когда кирпич висит рядом со знаком «Автобусная полоса». Это значит, что въезд там укладывается только автобусом. По правилам дорожного движения нам нельзя ездить по автобусным полосам, но мы считаем, что это безопасно, и сейчас мы инициировали процесс, согласно которому, возможно, у нас признают, что все-таки велосипедисты имеют право ездить с автобусами. На Невском проспекте замечательная автобусная полоса, на Большом проспекте Петроградской стороны, я думаю, вы их много видели по городу, и использовать автобусные полосы попутного направления, попутного, я подчеркиваю, попутного направления, для езды на велосипеде, это хорошо и безопасно. Я сейчас прервусь на секундочку, потому что нам принесли буклеты о том, как безопасно ездить по городу на велосипеде. Вы можете их сейчас разобрать, потому что там есть некоторые такие основные моменты, которые хорошо были, чтобы были у вас перед глазами. Вот в этой коробке, пожалуйста, походите, я сделаю маленькую петонку. Может, и взять друть яму? Да, да, берите, там буклетов много, где можно так подстранять. Ну так вот, давайте закончим со знаками, да, они вроде как простые, но их правда нужно знать, и, кстати, если вы по-прежнему боитесь ездить по городу на велосипеде, и вы еще не готовы езжать на проезжую часть, но в будущем, когда-то планируете, я вам советую ходить по городу и смотреть на знаки. Автомобилисты замечают знаки, и они уже прекрасно в них ориентируются. Пешеходы реже, особенно те знаки, которые не касаются пешеходов. Если вы просто гуляете, смотрите, где что висит, где куда поворот разрешен, где запрещен. Как только вы научитесь их замечать, вам станет проще, вы будете их выхватывать взглядом автоматически. Собственно, следующий знак — это направление движения по полосам. Он наиболее понятен и ясен, то есть куда должны поворачивать транспортные средства, двигающиеся по данным полосам. Дальше знак, о котором я уже немножечко поговорил, это знак — полоса для общественного транспорта, по которому я считаю, что велосипедисты ехать могут, если это полоса по путному направлению. Мы еще поговорим по езде по встречке, по встречке ездить нельзя, не надо, даже если это автобусная полоса. Ну и последний знак, который вы почти не встретите... А, нет, это то же самое, на самом деле. Да, встречная полоса для общественного транспорта. Ну и последний знак, который вы практически никогда не встретили в Санкт-Петербурге, это знак велодорожка. Ну вот так выглядит так, я надеюсь, что когда-нибудь мы этих знаков будем видеть значительно больше. Да, и меня Александр очень верно поправляет. Иногда автобусные полосы бывают не справа, а вот по центру, например, на Лиговском проспекте. Там ездят трамваи и автобусы, они ездят по центру. Вот по этой полосе мы ездить не рекомендуем, это действительно опасно, там трамвай, ну, там мало места, и вы из этой полосы никуда не сможете повернуть. Потому что ни направо, ни налево вы свернуть не сможете. Там трамваи едут прямо, там прямо трамвай на пути. Ну так вот, я уже начал немножко говорить по поводу езды в попутном направлении. Езда по встречной полосе. У нас была очень жаркая дискуссия на тему того, что многие петербуржцы считают, что ездить по встречной полосе для общественного транспорта, это нормально. Я вынужден вас разочаровать, не вас, а тех, кто так считает, вынужден разочаровать. Нет, это ненормально, это очень аварийно, и это небезопасно. Почему? Потому что велосипедиста на встречке не ждут. То есть машины, которые едут по путному вам направлению, то есть вы едете по встречке, и вот тут вот, где у вас получается, справа от вас, едут машины. Они, поворачивая налево, они не будут искать велосипедиста на встречке, потому что они смотрят на встречное движение. Потому что, знаешь, на встречная полоса. Они не будут оглядываться назад. Они, соответственно, повернут налево, они вас не заметят. Опять же, если он на встречу, едет велосипедист по встречке. Очень непонятная ситуация. Как мы будем разъезжаться? То есть кто нам идет направо, кто идет налево. Основатель велошколы Александр Кожанов. Как-то ехал к нам на наш слет организационный и в итоге не доехал, потому что в него врезался велосипедист на встречке. Это небезопасно. Если вы можете ехать по полосам, просто по обычным дорогам, по Садовой улице, где нет никаких автобусных полос, и вы там едете в потоке машин, почему бы вам не поехать в том же самом потоке, допустим, на Гороховой улице, где есть встречки? То есть по встречке ездить не стоит. Так, одну секундочку. Это огорчает Минонова. Здесь выделенная полоса автобусная. Да, но... Встречная или нет? Она там встречная, на Гороховой. Она встречная направление. На Гороховой выделенная полоса для автобусов. Она направление движения от Адмиралтейства к Тюзер. И вот, соответственно, если вы едете от Адмиралтейства к Тюзу, используйте ее сколько угодно. Если вы едете от Тюзы к Адмиралтейской, езжайте вместе с потоком. Это будет лучше, безопаснее, и вы будете предсказуемее. А предсказуемость – это самое наше, это все главное. Давайте теперь поговорим о том, каким образом велосипедист... Опять же, каким образом он становится предсказуемым, как он показывает на свои направления движения, то есть что он делает, и каким образом велосипедист маневрирует. Александр, да? Замечательно. Собственно, наверное, все знают, что поворотники-велосипедисты показывают руками, жестами. Соответственно, поворот направо показывается вытянутой прямой правой рукой. И очень важно, чтобы ваш локоть при этом был прямым. То есть согни руку как-нибудь криво. Вот как-нибудь вот так. Нет, вот как-нибудь вот так. Вот с согнутым локтем. Вот так. Вот так вот. Сделай вот так. Вот, например, вот этот. Это абсолютно непонятный жест, потому что автомобилистам в автошколе учат, что рука, согнутая в локте на 90 градусов, означает поворот в противоположную сторону. Это сделано для автомобилистов, потому что автомобилисты могут пользоваться только одной рукой, а не вторую в окно, вот там, в противоположное выстануть не смогут. И если у них сломался поворотник, они начинают сигнализировать руками. Соответственно, они вот так показывают поворот в одну сторону, вот так в другую. Мы считаем, что локти вообще не обязательно использовать. То есть направо можно показать вот так, налево можно показать вот так. Да, и да, есть еще... Ну вот не надо, не надо вот этими знаками пользоваться, да, но просто держите локоть прямым, чтобы никого не вводить в заблуждение. Вот этот знак, который сейчас показал молодой человек в серой футболке, левой рукой, мы используем для того, чтобы показать наше намерение двигаться прямо. Это как будто бы поворот налево, да, но чуть вниз, как бы, рука. По личному опыту, автомобилисты, даже если они этот знак не знают, если они видят, что вы начинаете махать левой рукой, они считают, что вы что-то, скорее всего, сделаете налево. И, скорее всего, они вас, они поворачивают направо, сбивая вас, не будут. И поэтому это знак действия недостаточно. Кроме того, когда ты вот ездишь руку прямо, ты истекло в лобовое махать левой рукой. Да, 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 то есть, как бы, когда вы едете прямо, да, вы можете действительно положить кому-нибудь до лобовое стекло руку, это не очень хорошо, поэтому мы чуть-чуть, когда мы показываем, что мы хотим поехать прямо, мы руку опускаем вот так вот, чуть-чуть вниз. Но, помимо того, что вы знаете, как это показывать, нужно еще и понимать, каким образом, когда, насколько долго, как бы, вот это все делать. На самом деле, знаки показываются не во время маневра, а перед маневром. То есть, когда вы маневрируетесь, ехать с одной рукой, это не очень правильно, когда вы показываете маневр, вы оборачиваетесь, чтобы убедиться на том, что там у вас никого нет, что там не летит мотоциклист со скоростью 220, вы оборачиваетесь приблизительно вот так, и после этого вы выполняете маневр. Маневры велосипедисты я очень советую выполнять достаточно резко. То есть, не экстремально резко, но почему резко? Чтобы было всем понятно, когда вы начали маневр, и когда вы его закончили. Потому что вы показали, вы посмотрели, никого нету, вы сделали маневр, и вот у вас акцентированное начало и завершение маневра. И тогда у машин не будет, водитель не будет думать, а когда это он перестанет налево перестраиваться, потому что вроде как бы что-то куда-то едет, да, и где начало, где конец его маневра, непонятно. Это, опять же, вы не очень предсказуемы в такой ситуации. Я про оглядывание расскажу, Александр. Теперь по поводу того, как велосипедисты должны оглядываться. Есть замечательная, просто моя любимая ситуация начинающих велосипедистов, когда велосипедисты начинают смотреть назад секунд по пять. То есть они вот так оборачиваются и начинают ехать, да, вот там, ну и тогда вот руки держат на руле, и начинают ехать, куда-то там смотреть, при этом они не смотрят, крутить педали продолжать, и они не смотрят, куда они едут, что там перед ними. А перед ними кошка выбежала, бабушка на тротуар вступила, пьяный алкаш, а? Машина остановилась, пьяный алкаш выскочил, дырка, маленький камешек, и в итоге как бы вы падаете, потому что вы не видите, что перед вами происходит. Оглядываться нужно одной секундой абсолютно достаточно. Если вы ничего там не увидели, там ничего не появится, как бы ниоткуда, да? То есть вы обернулись, если вдруг вы в сомнениях, вы думаете, интересно, с какой-то скоростью там двигался, не знаю, автомобиль, мотоцикл, вы обернулись на секунду, проехали еще немножко, второй раз обернулись. Это нормально, это намного лучше, чем ехать вперед и не смотреть, куда ты едешь. Опять же ситуация, когда начинающий велосипедист начинает долго оглядываться, так он оглядывается, он начинает руль налево выдергивать, вот так вот. Да, и, соответственно, руль вместе с ним уходит налево, и он начинает куда-то вообще непонятно уходить. Поэтому, опять же, это не должно быть истерично, хаотично, такие вот оглядки, да? То есть вы должны чувствовать себя достаточно уверенно, но спокойно посмотрели, никого нет, сделали, да, показали, посмотрели, выполнили маневр, поехали дальше. Под маневром, я подразумеваю по ним поворотов даже перестроение, да? Перестроение — это тоже маневр, то есть если вам нужно кого-то объехать, повернуть налево, показывать это рукой, направо — это необязательно, показывать правой рукой, я считаю, что это необязательно, это и так всем понятно, что вы туда повернете. Раз уж мы начали говорить про повороты, давайте обсудим самый больной вопрос, как велосипедистов повернуть налево. Вот Александр мне сейчас поможет, покажет небольшую схему, на которой изображен самый-самый-самый простой и самый распространенный для велосипедистов правильный способ поворот налево. Ты действительно ставил, который Александр Монтанов нарисовал, да? Так как мы едем справа, мы не можем перестраиваться в третью крайнюю полосу и так далее, это опасно, вам будет страшно, вы будете подрезать автомобили. Поэтому самый простой способ повернуть, это проехать в прямом направлении, вот там вот циферка 1, вот там вот обозначена циферка 1. Видишь, да? Нет, 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 нет. Крайне право 1. Да, там вот циферка 1. Вы проедете в прямом направлении на зеленый сигнал, да? И показав опять же, что вы едете прямо, то есть вот вы едете, вы показываете, что прямо, вы не поворачиваете направо, чтобы вас не подрезали. Доезжаете до угла, останавливаетесь, ждете, пока будет зеленый свет и продолжаете ехать прямо. Это самый простой вариант, который я рекомендую использовать на тех перекрестках, которые вы не знаете. Да, в городе есть перекрестки, где можно повернуть налево. Например, если вы едете с Петроградского центра, и вам нужно на Фонтанку, вы проезжаете по Садовой улице, вы едете по Садовой, и там поворот у Инженерного замка, не доезжая к Инженерному замку, где заканчивается Марсовое поле, там налево повернуть можно, потому что там нет встречного транспорта, он там встает на красный свет, когда вы загораете поворот налево. Я просто это знаю, поэтому я там поворачиваю. Если бы я не знал этого перехода, я бы так не делал. Но я точно знаю, что меня... Да, молодой человек. Можно один вопрос. Для трехполосного движения и больше, это понятно, что он так забыл. А для двухполосного, где Т-образный перекресток, они ходят на правую. И, да, да, да. И, соответственно, нет встречного транспорта, который может влететь вам в борт. Да, в такой ситуации поворот налево абсолютно... Миш, ты досядешь, я запрещу. Я знаю, здесь английская схема для левостороннего движения. Я заметил, Саша. Она, к сожалению, не отзеркалилась. Просто как положено. Майкрософтовский формат по ПТХ. Я тут ничего не могу сделать. Да, да, да. Просто считайте, что картинка наоборот. Собственно, да. Когда есть всего одна полоса в одну сторону, другая в другую, да, и когда у вас Т-образный перекресток, то есть вы не рискуете, поворачивая налево, чтобы у вас въедет кто-то, кто едет вам навстречу, повернуть налево – это нормально. И поворачивая налево, опять же, займите положение левее на дороге. То есть не поворачивайте, не подрезайте другие машины. И вообще поворачивая, старайтесь как бы избегать пересечения траекторий. То есть делайте, если поворачиваете налево, такой большой-большой вот такой вот, такой вот, ну как это называется, большой-дугой, как бы, да? Приезжайте, да, большой-большой радиус поворота. Приезжайте далеко вперед и, соответственно, после этого поворачивайте налево. Я так делаю на Садовой улице и до сих пор цел. Да, вот, собственно, это по поводу поворота. Поворот направо, я не думаю, что стоит что-то комментировать. Это самый простой вариант поворота. Теперь давайте поговорим по поводу остановки. О поворот направо. Да, не поворачивайте вместе с машиной. Александр абсолютно прав. Просто когда вы поворачиваете вместе с машиной, есть шанс, что автомобиль вас не заметит, особенно если он едет в крайнем правом ряду и вообще не думает, что еще правее у него кто-то может оказаться, да, и он вас не видит, он может вас приезжать по рибрику. Это не очень хорошо. Легче пропустить машину, потом она уедет вперед и вы после нее повернете. Теперь мы поговорим о том, как мы нарушаем правила дорожного движения. Мы считаем, что иногда правила дорожного движения нарушать можно и нужно в некоторых ситуациях исключительно. Это происходит не потому, что мы бутари, а потому что наши правила дорожного движения просто не очень хорошо предусматривают, описывают велосипедистов. Самое главное место – это стоп-линия. Все знают, что такое стоп-линия наверняка, да, это место, где должны останавливаться машины. Так вот, на перекрестках мы считаем, что велосипедисты должны выезжать за стоп-линию И останавливаться между стоп-линией и пешеходным переходом, зеброй, если она есть Там вот всегда есть метр два, вы езжаете туда и останавливаетесь Почему? Может быть, автомобилистов это будет раздражать, потому что в какой-то черт вы куда-то уезжаете Зато вас все увидят Вас увидят все автомобили, то есть вы всех обгоните, вы будете стоять спереди И все поймут, что вы есть, что вы спрятались где-то там справа, вы будете заметны В европейских странах, в Америке предусмотрена специальная стоп-линия для велосипедистов Она, собственно, как раз и отделяет вот этот промежуток между стоп-линией и зеброй И в странах с развитой велоинфраструктурой это узаконено И мы сейчас, конечно, тоже пытаемся добиться того, чтобы у нас тут уже было Направляем заявление, пытаемся общаться с ГАИ и так далее Собственно, я вам крайне советую не останавливаться, проверяя мобили, а объезжать всех, объезжать вперед Так вас будет видно, это будет намного проще А, да, и очень важная вещь, о которой обязательно нужно упомянуть Время у нас, опять же, не так много, но еще вопросы Это то, как оставлять велосипед в городе А, нет, прошу прощения Я прошу прощения за такую замечательную структуру лекции Но, извините, пожалуйста Это световые приборы Собственно, многие велосипедисты в Петербурге привыкли к тому, что задний фонарик, это правильно Это здорово, задний фонарик, он действительно нужен в темное время Суток без него практически никуда Но сразу хочется отметить, что передний фонарик не менее важен Передний фонарик белого света в темное время суток я рекомендую использовать всем У нас есть статистика ДТП с участием велосипедистов Саш, давай я тебе помогу им протащить? У нас есть статистика ДТП с участием велосипедистов Очень распространенное ДТП Это когда велосипедист едет прямо А машина, которая едет в третьем направлении, поворачивает налево в темное время суток И она не замечает велосипедиста и поворачивает на велосипедиста Потому что она его не видит, потому что у него нет передней фары Он никак не обозначивает себя Поэтому, если вы ездите в темное время суток Купите передний фонарик, поставьте его в мигающий режим Или можно светящийся режим Все равно Этот фонарик, он не освещает вам дорогу Он обозначает вас на дороге, чтобы вас было заметно Передний фонарик белого цвета Задний фонарик красного цвета И оранжевые светоотражатели Оранжевые светоотражатели на колесах Это, собственно, по правилам Вы так вот должны обозначать себя велосипедисты в темное время суток Фонарики часто считаются с катафотами? Да, фонарики часто считаются с катафотами Но, как правило, большинство фонариков они действительно свето-возвращающие В светлое время суток использовать фонарики по правилам дорожного движения нужно? Нужно, да, нужно По правилам, да Нужны еще и фары дневного света Дневного света или ближнего света Ну ладно, у нас просто не очень хорошие правила дорожного движения По правилам, да Реально, нет Я не люблю с катафотом Да, реально велосипедист обязан использовать катафоты Александр Каданов И сейчас я чуть-чуть поговорю о том, как оставлять велосипед Если у вас есть велосипед, вы наверняка им пользуетесь И лично я считаю, что очень глупо иметь велосипед и никуда на нем не ездить То есть велосипеды приходится оставлять где-то на улице иногда Итак, как же его оставлять, чтобы не бояться, что его украдут? Есть два типа замков К сожалению, мы их с собой не взяли Которые являются наиболее безопасными Это дополнительное оборудование Первый, это так называемый замок U-Lock Он представляет из себя металлическую дугу Вот такая металлическая дуга И сверху она закрывается таким засовом Он длиной 30 см Это самый безопасный замок И можно пристегнуть переднее крюсо и раму, к чему угодно Его не перекусить, это не тросик, который можно купить за 150 рублей Его не перекусить ножницами пообычной Он достаточно безопасен И, соответственно, есть металлические цепи Они тоже достаточно безопасны, просто они чуть потяжелее Вот это два основных вида замка Я, опять же, оставляю свой велосипед иногда часов на 30 где-нибудь в городе И пока мой замечательный велосипед за 12 тысяч рублей Никто пока не украл Да, я вас слушаю Цепи обычные или каленые, спросил у меня молодой человек в шляпе Есть специальные велосипедные цепи И, на самом деле, ну, опять же, цепи, они чуть слабее, чем елоки Если вы будете покупать обычную цепь в строительном магазине, как однажды сделал я Я пришел туда, попросил отмотать не два метра Продавец взял оттуда щипцы, которые рядом там продаются Отмотал два метра, вот этими щипцами перекусил цепи И вручил ее мне Вот, пользуйся Спасибо, не надо Да, да, приблизительно так С вообразным замком тяжелее, его тяжелее, скорее Ненадолго можно оставлять пристегнутый мотоциклетным, мобедным замком В принципе, довольно надежный трос Но тоже, чем на час, не стоит И по поводу веловровства И, кстати, на самом деле, его намного меньше, чем все говорят То есть велосипеды не так много воруют И воруют их в основном из тех мест, где велосипед стоит постоянно То есть, если вы приехали куда-то на час Оставить велосипед, это нормально А оставлять велосипед каждый день в одном и том же месте Особенно, если рядом есть какая-то автомастерская Вот это может быть действительно опасно Или, допустим, самое распространенное место, где воруют велосипеды Это спортивные магазины Стоянка спортивных магазинов Я объясню, почему Потому что люди, которые воруют велосипеды Они не ходят по городу со всем оборудованием И не ищут велосипеды Они выбирают место, где велосипеды есть часто Туда приходят, и там что-то берут Какие-то велосипеды Просто так путешествовать по городу в надежде, что ты найдешь где-то один оставленный велосипед И так с инструментом Так никто делать не будет Ну еще в теме против вородства Верек всегда можно взять с собой Да, на самом деле Верек можно часто взять с собой Складные велосипеды можно возить в метро Да, это правда Собственно, да, наше время медленно начинает Медленно, медленно начинает заканчивать Но у нас осталось еще где-то минут 15 На то, чтобы поговорить о том, о чем вы хотели поговорить Я там слышал, у кого-то были вопросы Я вас внимательно слушаю Нет, у кого-то были, да, конечно Проезд перекрестка по крайней правой полосе Если есть машина, которая поворачивает направо Проезд перекрестка по крайней правой полосе Если есть машина, которая поворачивает направо А нам ехать прямо Вот, собственно, да Александр абсолютно верно показывает Вам нужно показать рукой, что вы собираетесь ехать прямо то есть чуть-чуть налево сместиться сместиться левее пристроиться за одним из автомобилей и если это невозможно нет ни соседний ряд встать посередине либо между рядами либо встать посередине как-то посередине полосы если это невозможно если направо заворачивать плотный поток машин который не собирается вас никуда пропускать поверните направо остановитесь у пешеходного перехода дождитесь пока будет пешеходный зеленый и пешком с велосипедом в руках перейдите через пешеходный переход через пешеходный переход нельзя ездить на велосипеде это супер опасно потому что велосипедист по тому как он двигается он очень сильно отличается от пешехода все мы сами пешеходы все мы знаем ситуацию когда ты ступаешь на пешеходный переход думаешь я сейчас пойду вперед потом видишь там какую-то машину и делаешь шаг назад или останавливаешься велосипедист ни шага назад сделать не может не остановиться. Если велосипедист начал движение, он едет прямо. У него нет никаких других. Он может начать тормозить, да и то только начать. И из-за этого он лишается вот этих рычагов управления собой, и это опасно. Опять же скорость. Водители не ждут велосипедиста на пешеходном переходе. Велосипедист он вылетает буквально на огромной скорости. Они просто не ожидают, не рассчитывают его скорость и могут не успеть затормозить. Поэтому пешеходные переходы, спешивайтесь, проходите как пешеход. Это несложно. Не надо вылезать, открывать двери какие-то, куда-то выходить. Можно просто слезть, перейти и поехать дальше. Это повысит вашу безопасность во многом, во многом раз. Я слышу молодого человека в желтой футболке. Одну ногу. Да, да, да. Но не все так, к сожалению, могут. Особенно начинающие велосипедисты не могут вот так вот ногой. Да, да. Но в принципе это терпимо. То есть вы можете моментально соскочить, сделать шаг назад, то есть медленно двигаясь. Еще кто-нибудь хотел? Да, пожалуйста, вот та вот. Молодой человек в желтой футболке. Мы как-то первое слово. Планируете ли вы обучать водителей автомобилей? Да. Да, мы планируем. Мы готовим печатную продукцию, мы пытаемся распространять. Да, это действительно важно. Но самое главное, как мы можем научить водителей ездить с велосипедистами, это просто ездить по городу на самом деле. Чем больше нас становится, тем больше водителей учатся с нами ездить. Я совсем недавно вернулся из Москвы, там намного меньше велосипедистов. Там водители боятся велосипедистов ужасно просто. Из-за этого в некоторых местах даже ездить проще, потому что я начинаю тормозить за 100 метров и объезжать себе как бы вот так вот далеко-далеко. В Питере уже так подпривыкли, да? В Москве. Да, вот так вот. Да. Женщина, девушка платит. У меня такой вопрос. Если это нерегулируемый перекресток и, например, помеха справа для нас, это понятно, мы останавливаемся. Но если мы являемся помехой справа для машин? А девушка сейчас спрашивала по поводу перекрестка равнозначных дорог, где нету знаков «главная дорога». И проезд регулируется с правилом, который знают все автолюбители, что вы должны пропустить автомобиль, который приближается к вам справа. То есть вы должны пропустить помеху справа. Не автомобиль, а транспортное средство, которое приближается справа. Любое транспортное средство, включая велосипед, включая груженую полоску, включая всех подряд. И да, вы обладаете приоритетами, если вы едете и вы являетесь помехой справа, то есть кто-то приближается к вам слева. Вы проедете вперед, машина уступит нам дорогу, по личному опыту уступит. Хотя на самом деле в Питере не так много равнозначных перекрестков, и они в основном в очень тихих местах. И по опыту могу сказать, что там, как правило, все вообще тормозят, все приедут, потому что все не понимают, где там какая помеха. В итоге все затормаживают и спокойно приезжают без всяких проблем. Да, еще кто-нибудь? Кольцевое движение. Очень страшная вещь. Я советую вам не ездить там, где кольцевое движение. Там нужно много перестраиваться, потому что если вам нужен дальний проезд, вы не имеете права, вы даже перестроиться во вторую, третью полосу, это достаточно опасно. Избегайте таких дорог. Собственно, да, избегайте просто дорог, по которым тяжело ехать. Петербург большой город, дорог много, не ездите по проспектам, ездите по более тихим улочкам. Опять же, на набережных, на таких, где машины летают, например, Приморский проспект, на набережных, кстати, по тротуару мы считаем, что ездят нормально. Почему? Там нет дверей. Там есть это набережная, здесь вот вода. Там нет домов, там нет выезжающих машин из арок, соответственно, да, там нет заезжающих машин в арке, там нет людей, выскакивающих из магазинов, из домов и так далее. Поэтому там ездить достаточно безопасно, но опять же, помню, что у пешехода там преимущество, приоритет. Да, еще что-нибудь, кто-нибудь? Молодой человек, майки. Если у нас, допустим, движение по полосам, как на плакате, то есть право и только направо. Да, если у нас право и только направо, нам нужно перестроиться. Да, все правильно, мы именно для этого и повесили эти знаки. Это значит, что вам с крайней полосы прямо не стоит, как-то, да, особенно, особенно почему? Потому что у нас не все автолюбители зайчики, и некоторые любят в такой ситуации поворачиваться с второй полосы. Потому что они точно знают, что отсюда все, никто прямо не поедет, да? Поэтому, собственно, да, перестраивайтесь. Вот буквально вот сюда, то есть не надо выезжать там на центр полосы, просто займите позицию, да, что любее. Да, еще раз даже есть время ответить на нескольких вопросов. Всем все понятно? Здорово. Видишь, продвижение рядом с маршрутными транспортными... Ой, конечно, мы забыли целый слайд. Как-то никак не могли. Да, собственно, есть такая вещь, как большие... Long vehicle они называются, на русский язык мне сейчас это почему-то трудно перевести. Крупногабаритные транспортные средства. Там написано? Да. Крупногабаритные транспортные средства. Автобусы, грузовики и так далее. Их зона видимости очень сильно ограничена. Они не видят ничего за собой, они ничего не видят, соответственно, вот в этих зонах. Вот тут маленькая картинка, к сожалению, она не очень крупная. Здесь, собственно, видны слепые зоны. Если вы едете в эту слепую зону, вас водитель не заметит никогда, он вас не увидит. Поэтому двигайтесь с ними аккуратно. Во-первых, не обгоняйте их справа, никогда. Если это автобус, не надо обгонять автобус справа. Бросьте скорость, как как раз и необходимо. Соответственно, помните, что они останавливаются на остановках для того, чтобы выпустить и впустить пассажиров. И вот, соответственно, тоже они могут остановиться, начать выпускать. И если вы начнете обгонять их справа, то вы либо будете, либо они вас притрут, либо вы соберете к какому-нибудь пешеходу, что тоже не очень хорошо. Часто у нас есть такой вопрос, часто задаваемый, это как обгонять автобусы, которые остановились на остановке. То есть как понять, можно их сейчас обгонять или нельзя. Что касается автобусов, большинство автобусов, водителей автобусов, у нас очень хорошие, добрые люди, которые знают правила дорожного движения и пользуются ими. И они пользуются поворотниками. Когда автобус выпускает пассажиров, он включает правый поворотник. Если вы едете и видите, что у него горит правый поворотник, это значит, что он пока еще никуда от остановки отъезжать не собирается. Вы можете спокойно лапой обогнать слева Если же у него горит левый поворотник Это значит, что он закончил Впускать и выпускать пассажиров И собирается отъехать от автобусной остановки В такой ситуации затормозите, он отъедет Вы поедете сразу после него По этому поворотнику ориентироваться очень легко Маршрутки такого часто не делают Они вообще просто включают авариху и что-то непонятное Поэтому маршрутки Просто держите с них подальше, серьезно Маршрутки непредсказуемы Даже автолюбители я советую держаться подальше Это опасно Да, ну и очень важное правило Которое касается не только крупногабаритных транспортных средств А всех транспортных средств Это если вы не видите моего зеркала Значит я не вижу вас Если вы видите зеркало транспортного средства Значит он вас видит Если вы не видите боковое зеркало транспортного средства Значит водитель транспортного средства вас не видит Ну и соответственно это опасно То есть вы находитесь в любой зоне Да, про транспортное средство я рассказал Ну что? Да, молодой человек? Если авария все-таки произошла Если авария все-таки произошла Я настоятельно рекомендую вызывать ГАИ, потому что, скорее всего, вы были правы. Если вы не ехали по встречке, то, скорее всего, вы были правы, как показывает практика. Ну, если вы не ехали на красный свет, то есть если вы не делали какой-то откровенной глупости, скорее всего, вы были правы. Ну, и, естественно, первая помощь, да, ну, то есть, как бы, все понятно. Можно еще добавить, что в автомобиле можно просить уже остановиться, а не ищут, а лучше там. Автомобилисты? Да, на самом деле, как бы, в машинах же тоже живут. В машинах сидят обычные люди, то есть такие же, как мы, ничем не лучше, ничем не хуже. Это обычные люди, действительно, можно просить остановиться, помочь в любой ситуации. Опять же, не надо на них злиться, ведь ненавидят. Обычные люди, они выходят из машины и строятся обычными людьми. Собственно, по улице ездят люди, да, просто все на разных видах транспортных средствах. Да, молодой человек. А вопрос, если едешь по правой, какая-нибудь структурная девочка или умный мальчик открывает дверь, это вот, что вы едете, может, чуть погромать сейчас? Ну, я знаю, правило, держаться где-то, ну, по 2 метра, вот, припаркованных машин, но если тебя притирает, тебе в любом случае как-то надо ехать рядом, может. И какой-нибудь веселый человек открывает дверь, и у него ты не слышишь. Что в случае делать? Если ты влетел в дверь, водитель, во-первых, не прав, нет, ну, во-первых, не надо влетать в дверь, и ездить... Нет, ну, во-первых, если вы едете в плотном потоке, держите руки на тормозах. Да, и мы за всем забыли сказать то, с чего мы должны были начать. Это с пассивной безопасности, да, активной, наверное, безопасности. Собственно, самое главное, что обеспечивает нашу безопасность, это не шлем, не наколенники, это наша голова. Да, если мы ездим нормально, то, как бы, это... Вот это то, что обеспечивает нашу безопасность. Две вещи. Наша голова — техническая исправность велосипеда. Настроить тормоза в велосипеде стоит 100 рублей. А есть люди, которые делают это вообще бесплатно. Каждую субботу на саленном берегуке с 11 до 3 приходят люди, которые бесплатно ремонтируют велосипеды. Техническая исправность велосипеда намного важнее наличия шлема у вас на голове. Потому что если у вас не будет работать, нас спасают тормоза. То есть если мы затормаживаем его вовремя, то все хорошо, да, нам не нужен шлем, как бы, да, грубо говоря. Так что отнеситесь к этому серьезно, к технической исправности велосипеда. Держитесь тормоза в рабочем состоянии, и тогда у вас все будет хорошо. Да, и по поводу скорости перемещения. Опять, я не сказал, что ты должен пускать вначале. Если ехать нужно приблизительно с такой скоростью, чтобы вы могли и ускориться, в случае чего, и затормозить. То есть не надо ехать на пределе, на максимальной скорости. Вы должны всегда понимать, что в случае какой-то ситуации вы можете ускориться еще, да, и успехами. Ну и в завершении, да, хотелось бы еще раз поблагодарить, что все сегодня приехали. А в особенности поблагодарить тех, кто приехал здесь с нами на велосипеде за нашу организованность. Мы только что показали, что велосипедисты более организованные и могут лучше договариваться друг с другом, нежели комитеты администрации города. Потому что комитеты, к сожалению, немножечко не смогли договориться друг с другом. И с перекрытием дорог, видите, оказалась вот такая непонятная ситуация, что несмотря на полное согласование, они не смогли договориться друг с другом. Так что большое спасибо всем, кто приехал. Вы молодцы. Хорошего дня.